Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня у нас на обзоре один из внедорожников долгожителей, у которого много поклонников благодаря пресловутой японской надежности. Итак, встречаем Mitsubishi Pajero 4. Pajero 4 выпускался в не самые лучшие годы для компании Mitsubishi и, скорее всего, преемником у него не будет. Этот внедорожник сходил с конвейера с 2006 по 2022 год, хотя по сути является глубоким обновлением Pajero 3-го поколения. Почти все моторы, трансмиссии и даже ряд болячек у них одинаковые. Этот внедорожник часто сравнивают с Land Cruiser Prado по надежности и говорят, что флагман Mitsubishi ему ничуть не уступает. Давайте вникнем в суть вопроса и разберемся, с какими проблемами и трудностями встречаются владельцы вот этих машин. И скажем, что на данный момент вот эта машинка продается. Ссылочки на нее, то есть ссылка на нее будет в описании к этому видео. Слой лакокрасочного покрытия тонкий и мягкий, поэтому быстро царапается и любые внедорожные приключения оставляют следы. Кузовной металл Pajero 4 плохо противостоит коррозии. Начнем с самого верха. Если у Pajero 4 есть люк, то обязательно нужно защитить его рамку от коррозии. Ржавеет именно рамка, и она ржавеет даже просто от дождевой воды. А коррозию можно увидеть весной после первого открытия люка. Если коррозия запущенная, то она поднимет и оттопырит верхнюю уплотнительную резинку, что даст воде путь в салон. Часто удается просто зачистить снятую рамку и покрасить из баллончика черной краской. Потом ее нужно обязательно намазать консистентным водоотталкивающим раствором и проводить такую обработку ежегодно. А под верхний уплотнитель стоит нанести силикон, чтобы он приклеил резинку к стеклу и перекрыл путь в воде. И при обслуживании люка надо еще прочистить дренажи, чтобы вода не попала в салон. На дорестайлинговых Pajero под резиновым молдингом может скапливаться вода, которая приводит к коррозии. А вот на рестайлинговых машинах резинки вот этой нет, и эти места легко пробиваются камушками, что впоследствии приводит тоже к коррозии. Еще на крыше коррозия появляется возле крепления рейлингов, то есть багажных поперечин. Еще коррозия развивается под всеми уплотнителями дверей и дверных проемов. А вот в этом месте задние уплотнители, то есть которые ближе к колесной арке, протирают краску. И в этом им помогает вот этим уплотнителем грязь и влага, которая сюда набивается в сырую погоду. Еще от коррозии страдает труба от топливной горловины до бака. Она расположена под локером, но тем не менее грязь набивается и туда. И через 5-10 лет эксплуатации, в зависимости от региона, труба ржавеет насквозь, особенно там, где она сгибается и уходит под днище Pajero. Там она пескоструется грязью и песком, которые летят с колеса. Еще у Pajero 4 ржавеет топливный бак. Причем эта проблема еще известна по его предшественнику. В 2024 году владельцы этих машин умудряются столкнуться с протекающим баком и попаданием грязи и песка в бак. Суть в том, что бак снизу прикрыт защитой в задней части и вот именно там и собирается влага и грязь, которые вызывают коррозию до сквозных дыр. То есть в этом месте надо насверлить дренажных отверстий, либо же купить неоригинальную защиту, в которой предусмотрены эти отверстия, чтобы грязь и влага там не скапливалась. И еще сверху между баком и днищем есть зазор, куда набивается все, что можно. И это тоже приводит к коррозии. Надо обязательно пару раз в год мыть топливный бак. Также по днищу Pajero 4 в его заднюю часть тянутся трубки системы кондиционирования и отопления к заднему испарителю и отопителю. Первыми из-за сквозной коррозии сдаются трубки кондиционера, а потом и трубки, по которым циркулирует антифриз. Чаще всего это происходит в районе заднего правого колеса, в местах, где эти трубки прижаты фиксаторами к днищу. В общем, коррозия – это главный враг и этого внедорожника. Кстати, кронштейн запасного колеса, хоть и прикрыт кожухом, но тоже ржавеет. Лобовое стекло у Pajero 4 считается расходником и буквально первое попадание камня приводит к трещинам. У Pajero 4-го поколения со штатными ксеноновыми фарами через 5-7 лет эксплуатации слепнут отражатели линз. С них отлипается зеркальное покрытие. А датчики положения кузова, которые помогают автоматическому корректору правильно позиционировать пучки светофар, отказывают из-за закисших шарниров или внутренней электрической неисправности. Обычно первыми закрывают шарниры заднего датчика, так как рвутся их защитные пыльники, а потом грязь и влага делают свое дело. Задний датчик положения кузова по оригиналу стоит $180, но есть неоригинал в 3-5 раз дешевле. Также в продаже отдельно есть тяги, чтобы заменить закоревшие. Передний датчик положения кузова по оригиналу стоит $400, но с ним также можно решить проблему с заменителями, а также ремкомплектами. Трапеция дворников на этих машинах нередко закисала уже на третий год эксплуатации. Это приводило к тому, что одна из тяг отсоединялась, то есть переставал работать один дворник, то есть работал только один. Все тяги соединяются между собой пластиковыми втулками и шарнирами. Они не столько ломаются, сколько изнашиваются, что приводит к выскакиванию шарниров из втулок. Если раз в пару лет очищать шарниры и смазывать, то трапеция будет служить очень долго. Новая оригинальная трапеция без сервопривода стоит $110. Аналоги раза в три дешевле. Кстати, к этой трапеции подойдут втулки из ремкомплекта для Lada Kalina. Задний стеклоочиститель у Pajero косячный с завода. Дело в том, что его пружина слабовата, и через 2-3 года эксплуатации задний стеклоочиститель начинает чистить стекло с пробелами и полосами. Есть много решений этой слабости от натягивания пружины, подкладыванием под нее резинок до установки других поводков. Сюда хорошо подходит поводок от VAS 2111 и его аналоги. Правда, у такого поводка отверстие подвал шире, но этот зазор можно компенсировать как полосками из алюминия, так и самодельными втулками. А вместо штатного дворника длиной 35 см можно установить длиной 38 см. Крепление распространенное – крюк. Иногда задний дворник отказывается работать из-за засыхания. Дело в том, что смазка и попавшая внутрь грязь мешают его работе. Обычно чистка редуктора и смазка оживляют весь этот механизм. Задний спойлер Pajero 4 может загрохотать в морозную погоду, естественно, на ходу. А будет он грохотать потому, что там внутри находится лед. То есть, вода попадает в спойлер, потом зимой замерзает и начинает грохотать. Что с этим делать? Надо просверлить крохотные отверстия в спойлере, и тогда вода вытечет из него. Можно снять спойлер, он прикручен двумя винтами M10 с гайками, доступ к которым есть под заглушками на самом спойлере и на верхние рамки двери багажника. Далее его просто нужно сдернуть с пластиковых пистонов. Вода попадает в спойлер сверху через ослабшее уплотнение, и под спойлером крышка багажника начинает ржаветь. Ржаветь возле отверстий под винты и крепежные клипсы под боковыми спусками, то есть уголками спойлера и даже просто в любых местах. Задняя дверь багажника у Mitsubishi Pajero открывается в правую сторону, и со временем, естественно, провисают петли. В этом случае можно купить новые петли, либо же подкладывать регулировочные шайбы. Регулировочные шайбы бывают разной толщины, и подкладывать шайбу можно только под нижнюю петлю. И еще один вариант – это вытачивание втулок на оси изношенных петлей. Ограничители дверей быстро изнашиваются и перестают удерживать. Двери в любых положениях удивительно, но пара новых оригинальных ограничителей стоит передних 23 доллара. Примерно столько же и пара задних ограничителей. Еще можно разобрать ограничители и поменять в них сухари. Вот эти сухари выпускают специализированные мастерские. Проблема износа ограничителей дверей для Pajero четвертого поколения настолько актуальна, что владельцы этих машин даже нашли, что ограничители с Lexus GS сюда подходят. Правда, один такой ограничитель обойдется в 80 долларов. Так вот, их можно поискать бэушными на разборке «АвтоСтронг». Иногда возникают проблемы с контактной группой замка зажигания. То есть, не удается включить зажигание, либо же не удается запустить двигатель с первого раза. Так вот, вся контактная группа стоит не более 30 долларов по оригиналу. Ну, а если вот эти вот кнопочки на руле начали отключаться и тухнет подсветка, то тогда надо заменить подрулевой шлейф. В оригинале он стоит 180 долларов, заменители по 50. Бензиновые моторы Mitsubishi Pajero 4, мягко говоря, консервативные. Серия двигателей 6G7 ведет свою родословную из 90-х с Pajero 2-го поколения. У этих двигателей чугунные блоки по четыре клапана на цилиндр, но по одному распредвалу в каждой ГБЦ и ременной привод ГРМ. Гидрокомпенсаторы есть, а если ремень порвется, то поршни столкнутся с клапанами. Трехлитровый мотор простой и надежный, с пассивным впускным коллектором без MIVIC. Этот двигатель выбирают, когда нужна просто охрененная надежность в угоду большого расхода топлива. Но мощности этого трехлитрового двигателя не хватает ни на трассе, ни на бездорожье. Все хлопоты с ним – это замена ремня ГРМ раз в 90 тысяч километров и замена прокладок клапанных крышек. Самый старший мотор из серии 6G7 появился в 2002 году, получил систему MIVIC в 2005 году. В 2009 году его модернизировали и вылечили от масляного голодания и проворачивание вкладышей. Больше такой проблемы не встречается. Пару слов о системе MIVIC на моторе 3.8 6G75. Никаких возвращателей тут нет и быть не может, а система MIVIC – это что-то наподобие фтек от Honda. Здесь с помощью плунжеров, упоров, коромыслах, промежуточных T-образных рычагов и пятым кулачком с увеличенным профилем для открытия впускных клапанов меняется высота открытия этих самых клапанов. Имеется в виду, что помимо стандартных четырех кулачков распредвала на каждый цилиндр присутствует и пятый кулачок с увеличенным профилем для увеличения фазы открытия и высоты открытия впускных клапанов. Переключение между высотами клапанов происходит на 3500 оборотах в минуту. Гидравлические распределители с соленоидами расположены в задней части каждой ГБЦ. Самая убийственная неприятность моторов 3.8 – это попадание заслонок, изменение длины впускного коллектора в цилиндры. Так вот, заслонки и их ось находятся в отдельной проставке. Так вот, опоры сделаны плохо. Единственная достойная опора находится возле актуатора в передней части, все остальные тонкие. Проблема начинается с износа задней втулки. Появляется люфт оси заслонок, ускоряющий износ остальных опор. Чем сильнее износ и вибрации оси, тем сильнее заслонки труто-впускной коллектор. В итоге заслонки лопаются пополам вдоль оси, их оторванные половинки улетают в цилиндры и попадают под удары поршней. Такое уже случалось к пробегу в 90 000 км. В общем, желательно каждые 60 000 км проводить ревизию этого узла и устранять люфт ремонтными втулками, а винты каждой заслонки посадить на резьбовой клей. Другие жалости этого мотора – это треснувший выпускной коллектор и уставшие форсунки. Если прогретый двигатель плохо запускается после 20 минут после остановки, то тогда форсунки, скорее всего, надо менять. Еще у этого двигателя есть проблемы по части подсоса воздуха во впуск, и это связано с изношенной передней опорой оси заслонок. Больше никаких неприятностей с этим двигателем 3.8 не случается. И еще есть более редкий двигатель объемом 3.5 G74, который появился в 2009 году. Автомобили с этим мотором продавались только в странах Ближнего Востока. По сути, это увеличенный 3-литровый двигатель с добавленной мощностью. Здесь 24 клапана без MIVIC, без заслонок во впуске и, естественно, с распределенным впрыском топлива. Это предельно простой и надежный двигатель, который не сильно изменился с 1992 года, то есть с момента его дебюта. Проблемы с вкладышами обошли его стороной, потому что именно эту проблему удалось решить в 2009 году. Дизельный двигатель для Pajero 4 – это рядная четверка 4M41. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этого двигателя, правда, без Common Rail, а с распределительным ТНВД – Zexcel VRZ. У этого двигателя цепной привод ГРМ, но натяжитель цепи надо менять каждые 150 тысяч километров, или хотя бы с этим интервалом снимать клапанную крышку, чтобы оценить выступание штока натяжителя, а также убедиться, что направляющие башмаки не треснули и верхние до сих пор на месте. Но клапанную крышку надо снимать еще раньше, примерно каждые 100 тысяч километров для контроля и регулировки тепловых зазоров, а регулируются они с помощью винтов и контргаек. Топливная система Denso считается привередливой и неремонтопригодной. Хотя, если дизельное топливо хорошего качества, то тогда форсунки и ТНВД ходят более 400 тысяч километров. Из-за некачественного топлива в первую очередь страдает регулировочный клапан на топливном насосе. Демпферный шкив каленвала здоровенный, служит примерно 100 тысяч километров. По оригиналу стоит 200 долларов. Единственное, турбина может завыть при пробеге в 200 тысяч километров. Также могут встретиться недорогие хлопоты по части системы EGR. Еще моторам 4М41 ставят в вину растрескивание ГБЦ. Нельзя сказать, что таких случаев много, но в продаже присутствует немного ГБЦ. Стоят они примерно 500-800 долларов, и продавцы их продают уже проверенными на герметичных. Pajero 4М41 встречается с механической шестиступенчатой КПП. Так вот, это надежный и ремонтопригодный агрегат, но иногда лучше и дешевле купить б-ушную трансмиссию. Они не пользуются спросом. Именно потому, что они надежные. И где покупать трансмиссию? Правильно, в «АвтоСтронге». Четырехступенчатый автомат работает в паре со старыми бензиновыми двигателями – трехлитровым, и, как в нашем случае, трех с половиной литровым. А с мотором 3.8 работает пятиступенчатая АКПП, это родственник четырехступенчатой. Также с пятиступенчатой АКПП работает дизельный двигатель. Эти трансмиссии разработаны компанией Mitsubishi, и они реально очень надежные. Однако у них слабоваты фрикционы реверса при жестком буксовании на заднем ходу. Их бумажные накладки буквально стираются, осыпаются и забивают гидроблок. Все остальные их поломки чисто старческие. Например, могут развалиться в труху пластиковые трубочки в гидроблоке, а датчики скорости валов могут, а слепнуть из-за налипшей стружки. В этих трансмиссиях используется масло с допуском SP3. Фильтр меняется после снятия поддона. Из поддона удается слить 5 литров масла, а заливается новое через трубку щупа. С июля 2011 года с дизельным двигателем объемом 3.2 начали устанавливать новые пятиступенчатые автоматы. Это уже детище компании Asie. Никакого щупа, кстати, у этого автомата уже нет. Этот автомат супернадежный, быстрый и экономичный. Бывает, когда на нем страдает контактная группа, которая установлена снаружи на его корпусе от влаги. Эта трансмиссия прекрасно работает на ATF Toyota WS и ее аналогах. Фильтр становится доступен после снятия поддона. Уровень выставляется по переливной пробке, а масло заливается через отдельную пробку под ключ на 24, который находится сзади справа на корпусе. Напоминаем, что эта машинка на данный момент продается. Ссылка по ней будет в описании к этому видео. Еще напоминаем, что помимо отличных запчастей в «Автостронг» есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Так что звоните нам, пишите нам, заходите на наши сайты, будем рады. Еще у нас есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем мотоциклы с минимальными пробегами и полным пакетом документов. Нужен мотоцикл «Айда в Мотостронг». Ну что, мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. У Mitsubishi Pajero 4 нет вакуумного усилителя тормозов, поскольку главному тормозному цилиндру помогает гидронасос, и у педалей тормоза нет непосредственной связи с суппортами. Так вот, этот гидравлический тормозной механизм получился довольно-таки надежным. При больших пробегах перестает включаться электромотор насоса по совершенно банальной причине, потому что угольные щетки практически полностью протирают медный коллектор насоса. Так вот, при этом эффективность тормозов сильно снижается, звучит такой звонкий зуммер и загорается ABS на приборной панели. В общем, чтобы решить эту проблему, временно можно открыть капот, постучать по этому электромотору, и он может ожить, накачать давление в системе, чтобы доехать до ближайшей СТО. Новый гидронасос стоит более 800 долларов, но его коллектор можно заменить. Есть неоригинальный ремкомплект. Трансмиссия Super Select 2 оснащена межосевым дифференциалом, и при этом привод на переднюю ось можно отключать. В заднеприводном режиме передний кардан отключается от раздатки, а правый передний привод отключается от переднего дифференциала. Для этого в чулке под промежуточный вал есть специальная муфта, которая отключает промежуточный вал и соединённый с ним привод. Муфта оснащена вилкой включения-выключения, а приводится она вакуумным актуатором. И всё это работает надёжно и долго. Иногда у Pajero 4 начинает гудеть задний редуктор, и поклонники этих автомобилей, а также владельцы сделали методичку, какой гул от чего. То есть, самый страшный гул, который возникает при езде накатом на передаче, то есть при торможении двигателем. Если гул появляется только при езде накатом, то это говорит о том, что ослабла гайка хвостовика редуктора, то есть входного вала. Доступ к ней открывается после откручивания заднего шруса, заднего кардана. Сильное откручивание этой гайки грозит гибелью заднего редуктора. Эту гайку нужно зажимать с усилием 216 Нм, а если при этом будет обнаружена течь сальника фланца заднего редуктора, то его нужно менять, и желательно менять стопорную втулку редуктора. Гул на шоссейной скорости, который усиливается при ускорении, говорит об износе главной пары. Гул на меньших скоростях издают подшипники заднего редуктора, но его также можно спутать с гулом подвесного подшипника заднего кардана или задних ступичных подшипников. Над задним редуктором установлен насос, который создает давление воздуха для включения блокировки заднего дифференциала. Так вот, с этим узлом ничего плохого не случается. С блокировкой и задним редуктором эти узлы могут износиться при неудачных покатушках на асфальте. Задний карданный вал со шрусами на обоих концах очень надежен. Шрусы ремонтопригодны. А люфт заднего кардана в паре с толчками при переключении с переднего на задний ход обычно вызваны износом шлицов на концах карданного вала под внутренние обоймы шрусов. Восстановить шлицы кардана можно только у профильных специалистов, но кто-то делает дешево и просто – наполняет, то есть накачивает шлицы клеем-фиксатором. Передний карданный вал чаще появляется в ремонте. У него шрус только со стороны раздатки. Он погибает с характерным скрипом и скрежетом при включенном полном приводе из-за порванного пыльника. Так вот, шрус неразборный, и любой хруст с его стороны – это замена переднего карданного вала. Новый стоит 600 долларов, есть заменители по 200 долларов. Способы ремонта также придуманы сваривания гибридного карданного вала с разборным шрусом от Mitsubishi Delica и удаление шруса с заменой на крестовину. Передняя крестовина не обслуживаемая, то есть без пресс-масленок, но при желании ее можно поменять и оснастить пресс-масленкой. В редукторах и раздатке надо менять масло. В оба редуктора влазит 3 литра масла 75V90GL5, а в раздатку 2,5 литра 75V90GL4. Еще при больших пробегах надо будет поменять два вот этих вот сайленблока на крепление редуктора к подрамнику. Раздаточная коробка управляется вакуумом. Пара электровакуумных клапанов, отвечающих за переключение режимов, расположена под капотом между горловиной бачка омывателя и фары. Чаще всего проблемы с ними возникают из-за лопнувших трубочек. На самой раздатке сверху расположено пять датчиков-концевиков, которые фиксируют положение вилок. Эти датчики визуально одинаковые, но на самом деле они все разные. Оригинальные датчики стоят примерно 40-50 долларов. Неоригинал можно найти за 15 долларов. Эти датчики выходят из строя из-за того, что у них перетираются провода, либо же из-за коррозии, либо же из-за старости. Еще очень редко в этой трансмиссии начинает шуметь цепь. Также люфт обоих карданов может быть вызван износом соединительных втулок в самой раздатке. Передние тормозные суппорты у Mitsubishi Pajero 4 имеют фиксированную конструкцию с четырьмя поршнями в каждом. И вот такие тормоза надо обслуживать раз в 2-3 года, потому что манжеты ненадежные, они рвутся, после этого поршни коррадируют, и суппорты начинают подклинивать. А это, естественно, ухудшает тормозные характеристики. Вдобавок, при очень интенсивном торможении начинают деформироваться тормозные диски. У задних тормозов плавающие суппорты с одним поршнем, а механизм стояночного тормоза барабанный. Эти механизмы тоже надо обслуживать раз в 2-3 года, из-за того, что пыльники направляющих рвутся, заклинивают скобы, а также поршни. И еще вернемся к коррозии. Она охотно пожирает тормозные трубки. Не затягивайтесь с их заменой. Ступичные подшипники у Pajero 4 слабоваты. Оригинальные ступичные подшипники, которые стоят 180 долларов, ходят примерно 100 тысяч километров. То же самое можно сказать и про задние. Неоригинальные ступичные подшипники для вот этого автомобиля стоят по 90 долларов. Помните, что за новыми и БУ запчастями обязательно в «АвтоСтронг-М». У Pajero 4 намертво закисают развальные болты. Их приходится срезать, и при этом повреждается сайлинблок нижнего рычага. Всего в передней подвеске четыре эксцентриковых болта в каждом сайлинблоке нижнего рычага. Если пришлось срезать болты, то придется покупать и гайки, и шайбы. Комплект оригинальных развальных болтов для передней подвески обойдется в 55 долларов, а заменители в два раза дешевле. В задней подвеске всё то же самое. Четыре эксцентриковых болта, которые если закисают, надо срезать вместе с гайками и шайбами. Вообще лучше эти болты после замены промазать мавилем либо подходящим средством. А вообще закисшие болты – это повод для торга. Поскольку кузов у Mitsubishi Pajero 4-го поколения несущий с мощными лонжеронами типа встроенная рама, то все подвески крепятся на подрамниках. Любопытно, что инженеры Mitsubishi прикрутили подрамники к лонжеронам без сайлентблоков, и это, естественно, сказывается на комфорте. Все подвески у Mitsubishi Pajero 3 независимые рычажные, а это существенное отличие от Pajero 3-го поколения и любого Land Cruiser Prado. Самое слабое место – это втулки стабилизатора. Они ходят примерно 30-50 тысяч километров, а стоят от 3 до 10 долларов. Даже стойки стабилизатора ходят дольше, стоят от 10 до 35 долларов. Рычаги передней подвески в оригинале продаются только в сборе. Верхние оригинальные рычаги в сборе стоят 160-230 долларов, а нижние по 180 долларов за штуку. Неоригинальные рычаги – от 70 долларов. Отдельно можно купить сайлентблоки по 8-15 долларов. Есть предложения по шаровым опорам по 20-25 долларов. В задней подвеске возникает стук из-за люфта амортизатора. Разбивается верхняя резиновая втулка. Именно в этом месте появляется стук. Оригинальные резиновые втулки продаются отдельно. Также может понадобиться шайба под нее. Шаровая опора заднего верхнего рычага продается отдельно за 40 долларов. Оригинальный верхний рычаг стоит порядка 500 долларов, но каждый неоригинальный сайлентблок к нему стоит 10-20 долларов. Отдельно можно купить фирменные сайлентблоки для подпружиненного рычага – 15 долларов и для продольного рычага. Его передний сайлентблок стоит до 40 долларов. Все остальные сайлентблоки доступны только по неоригиналу, не больше 20 долларов за штуку. Ну, а про эксцентриковые болты мы вам уже рассказываем. Объявление. Если вы хотите нам дать автомобиль на обзор, то обязательно напишите на e-mail, который будет указан в описании к этому ролику. Эта машинка продается. Ссылки на нее тоже в описании. Ну что, у нас получился огромный гайд по Pajero 4. Что скажете, нравится ли вам это авто? Обязательно напишите в комментариях об этом. На самом деле, если бы не коррозия и не развальные болты, то в этом внедорожнике нет колоссальных проблем. Все, о чем мы сказали, случается редко. В общем, если вы хотите, чтобы мы делали и дальше вот такие вот классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».